Раз, два, три. Погнали. А что ты на него смотрел? Здорово, дружбанчик. Ну что ты, место присмотрел? Хорошая. Тенечек тут, смотри, у тебя тут красота. Лагерь здесь, удилище там и ловим крупные. Ну все, супер. Будем ловить кабанчика. Расставляем. Давай. Друзья, всем большой привет. Всем привет, банда. В общем, случилось то время, когда мы с Санчесом, с моим другом выехали на совместную рыбалку. Планировали мы, наверное... Лет пять. Лет пять, наверное, точно планировали. Наконец-то этот день достал. Кто не знает, ребят, это Александр Нитьевский, двукратный чемпион России по ловле карпа и чемпион России по донной ловле. Всем привет, банда. Простым языком, ловля на классический фидер. В общем, мы на Золотом берегу ловим большущих карпов. Время 12 часов дня, немножко меньше. Так что расставляемся, готовимся. Да, еще, ребята, видео будет очень интересно. Я буду ловить с Семеном много рыбы. И также у меня для вас отличная новость. Я создал свой канал, новый канал Big Fish Club. Поэтому под этим видео будет ссылка. Все, кто перейдут по ссылке и подпишутся на мой канал новый, будут участвовать в розыгрыше карпового удилища. Дадим, наверное, 2 недели. Просто нужно перейти, поставить лайк, подписаться на мой новый канал. И я рандомным образом через 2 недели выберу счастливчика, которому отправлю карповое удилище. Да, так что, ребят, у Санчеса канал, свои движения, свои рыбалки. Ну и, в общем, мы с ним тоже сегодня ловим крупных рыб. Погнали ловить. Начинаем. Поводочек флюрокарбоновый. Крючок четверка. Хаябуса, по-моему, К1. Несмотря на то, что мы будем сейчас завозить корабликом, первую оснастку, все равно надену на него стик. У меня есть... После сезона еще спортивные стики остались. Такие вот вкусненькие. Все равно он будет прямо акцентировать внимание рыбы именно на насадке. Одиночная двадцаточка. Первую можем завозить. Из корма здесь у нас немножко пыликов, немножко пелется. Будем насыпать, класть оснастку и завозить под дальний берег. Включаем кораблик, включили пульт и включаем экран эхолота. Открываем два бункера. Давай насадочку. Это сюда раз. И теперь бункер закрываем. Готово. Ну и буквально изминки две хватит, да? Да. Пойдет? Ага. Открываем дужку у катушки обязательно. На фрикционе завозить нельзя, чтобы не перекручивалась леска. Давай, иди, а я придержу немножко леску, чтобы слабина не сильная была, плюс ветер дует. Первое, что нужно сделать, это сохранить домашнюю точку. Зажимаем кнопку символ домик. Кораблик будет завозить на точку и возвращаться домой. Вот загорелся символ дом и дистанция ноль. Теперь можно изучать. Глубина 1,6, температура воды 21 градус. Сегодня у нас 17-18 сентября на календаре. Так, давай сразу, у нас же надо ориентиры дружбан взять. У нас же вот, вот этот, 18-18 у нас же, да, ориентиры? Здесь на водоеме, ребят, золотой берег, четко помеченные ориентиры в виде цифр на том берегу. То есть мы ни на другой сектор не можем завести, и к нам тоже так же никто не может забросить и завести корабликом. Мы вот четко ориентируемся по большим цифрам, которые видно очень хорошо на том берегу. Вот, смотри, сколько рыбы показывает. Кабаны? Это рыбка. Все показывается. Может, одну сделаем, 2 и 1? Нет, давай, это под дальний берег. Все, оснастка выгрузилась. Закрываем два бункера. Ну и, в общем, ребят, пока у нас кораблик на воде, мы сейчас просто еще три точки просто найдем, а потом уже в автоматическом режиме будем завозить. Ну, как говорится, чтобы, знаете, двойную работу не делать. А вы, кстати, обратите внимание, прикормка высыпалась, и как хорошо видно структуру. Сейчас мы в одну точку хотим поставить вареную 2,4 бойл и покрошить туда прям руками жменьку бойла вот так вот кусочками. Немножко корма, буквально жменьку раскрошим. Будут лежать комочки там рядом. Ну и посмотрим, что у нас разные тактики. где-то пилецом, где-то попробуем немножко даже дробленого зерна завести. А это будет бойловая такая. Раз. За мной пальцы можно потренировать. Выбираем выбираем цифру 4 зеленым помечено. Нажимаем сюда раз. И действие, что кораблик должен сделать. Выбросить оснастки и вернуться домой. Готово. Красным загорелось. На точку приезжает, выбрасывает и возвращается на домашний. Удобно. Санчес держит удилище, потому что дует боковой ветер. если не держать в руке, то по ветру естественно леску унесет. Потом будешь долго и нудно выматывать эту слабину. Тут все четко идет. Итак, ребята, первая поклевочка. Это у нас дальний берег. Это Амур. Сидит? Кто-то есть. Опа. Первая. Кто-то есть. Кто-то есть. Потихонечку. Есть. Есть. Поклевочка, друзья. Первая. Под дальним бережочком. Там особо и паровозить некуда было. По близкой берегу ловим. Но самое интересное, только мы принесли мат, подсак разложили и рыба как почувствовала, что пора клевать. Не вижу. Есть. Взял. Первый пошел. Посмотрим, на что клюнул. А, я же говорил, белая шапочка. Я сразу сказал, на что здесь ловится. А ты не верил. смотрите, ребята. Вот это первый пошел. Хороший кабанчик. А ну-ка давай на фотосессию. Глянь, какой красавец. Какой, смотрите, как акула поднял плавник. Как акула. Как ты, как акула? Привет, дружок. Осенний красавец. Смотрите, какой хвост. Чешуя Эх, хвост, чешуя Мы поймаем Много Много рыб Поплыл Класс, ловим дальше Ставим лагерь Под деревьями Достаточно сегодня такой сильный ветер Но деревья, лесополоса Немножко будут защищать От достаточно такого сильного порывистого ветра Поэтому я пошел Санчесу, помогу поставить Палатку, заносим раскладушки И будем уже наверное готовить Какой-то вкусный обед От Санчеса Как называется Санчес как? У него в общем есть Санчес бургеры, а есть Санчес сэндвичи Фух Это такая вкуснятина Вы просто не представляете Так что идем собирать лагерь Мы точно в эту раскладушку уместим две палатки Сто процентов В эту раскладушку уместим две палатки Точно Раскладушку Да тут походу и помогать особо и не надо Она уже практически собрана Все друзья Палатка собрана Достаточно быстро собирается Единственное только что Вот эти дуги сверху Сбоку соединяем И все готово Успокей для карпа Молоточек резиновый Если плохо ведет в мате Тюк В палатку занес Спальник уже кстати взял Теплый А я рассказываю за спальник Кто брал бывало Такой более Более неутепленный Ты давно был этот самый? Не ну его нафиг Подни коленку Поднимаю А что должно быть? Вообще реакции нет По моему наоборот Не должно быть Есть Вроде нет Если дергается Тогда это наоборот У тебя нервы Не в порядке Вроде бы Но я как бы точно не знаю Короче Теплый спальник взял Видите с верблюдами Короче Верблюжья шерсть Внутри Надеюсь не замерзнем Ну и цель ребята Поймать сегодня Не только карпа Но еще конечно Половить и на классический фидер Я с собой прихватил Одно удилище Три метра Поэтому на коротке Где-то найду Какую-то дистанцию 15-20-30 метров И или на вечерочке Сегодня Или уже завтра Может с утреца Немножко половлю Карасика Подлещика Здесь очень много И лещи кстати Есть такие крупные Килограмм и больше Надеюсь Удастся поймать Ну а на рыбалке Друзья вы знаете Удовольствие Не только рыбу Поймать Но еще и вкусно Покушать А вкусно покушаем Мы сегодня Санчес Сэндвичем Поэтому Увидите И у него на канале Рецептик И я Какие-то кадры Вас Вам запишу Да кстати друзья Еще хочу вам показать Вот такую Канистру Не так давно Прикупил себе Пятилитровая И вот такая Здесь идет Помпа Одевается Ну естественно Шланг Она на аккумуляторе С задней стороны Зарядка USB И сверху кнопка То есть Нажимаем И вода Побежала Автоматически Руки помыть Там посуду Умыться Зубы почистить Вот как раз Для таких Суточных Выездов Я себе ее Прикупил Это трекер И Сама канистра Тоже трекер Поплевочка Друзья Е-мое На левое удилище Это у нас С Русла Поплевка Сан Сейчас Не успевает Есть Приготовить Левый рычаг Вперед Назад Ну Соньку Уж играл Соник Плейстейшн Вот это Что же самое Ничего Сложного Но я вам Поклевку Заснял По крайней Мере Весело Потащил Он Пойдет Ага Промазал Хороший Горбатый Ну Что На пылик Что Это Насадка Та же Насадка Пятерочка А нет Это другая Другая Это Русло Левое Удилище Крайне Да Пылик Не Это Варенка Варенка Ну вот Такая Ребята Вторая Уже Моя Рыбка Первая Сошла Но Второго Взял Клюнула С русла С глубины В районе 2 20 По моему Вот такой Горбатый Карпик Голенький Так что Быстренько Сейчас его Отпускаю Перезавозим И надеюсь Мы уже Покушаем Поужинаем Уже Наверное Точнее Можно сказать Обед Уже Давным Давно Прошел Маленький Сильный Мощный И с хорошей Поклевкой В общем Я рад Рыбу поймал Нас еще Ждут Впереди Карасики Подловим С вами Отпускаю У нас Волшебные Бургерные Котлетки Сперва Обжариваем Котлетки Процесс Санчес Сэндвичей Идет Котлетки Жарятся Сыр Помидор Лук В общем Красота Сейчас еще Немножко Поджарим На вот такой Сковородке Двойной Переворачивается И можно Будет Начинать Все это Дело Пробовать Дегустировать Съемка В общем Друзья Изнутри Вот моя Камера Вон Мое кресло Я там Сижу Снимаю Санчеса И вот Даже Твой Сэндвич И вот Мой Сэндвич Румянец Я же говорю Съемка Изнутри Короче Какой Прикол Видите Здесь Вот эта Штучка Риджи Манки Двухсторонняя Чик-чик Переворачиваем Когда Короче Сэндвич Прессуется Не в ней Но он Получается Такой Знаете Большой И кушать Его Так Достаточно Сложно А в этой Штучке Его Запрессовали И все Правильно Что я вещаю А вот Уже Есть Четко Ух ты Маснота Я вот Уже Беру Один Который На меня Смотрит Это Первый Вот Он Бомба Все До связи Перезавозим Все Четыре Удилища И на Дальнюю Дистанцию Бойлики Здесь Четырнадцатые И двадцатка Двадцатка Пополам И эта же Двадцатка На насадке Стоит Так что Сейчас Перезавезем Побольше Сразу сделаем Потому что Это уже Как считается На ночь Буквально Через Наверное Сейчас Будет Полноса Темно Пойдет Да Пойдет Третья Точка Выбираем Раз Сюда Два И три Красным Загорелось Отправился Ну и Осталось Перезавести Одну Оснастку Возьму Вот такой Бойлик Это Вареночка Двадцатка Запах Здесь Слива Он уже С Ароматикой Идет То есть Дипованный Пробиваем Иголкой Сегодня Санчас Полностью Убрал Своё Оборудование Поэтому И так Насадки Делают Несколько Раз Какой-то Стопорог Вот этот Маленький Используешь Средний Стопорог Птичка Подтягиваем Всё Одна Есть Точнее Не одна Четвёртое Удилище И Всё Перезавоз Вот так Выглядит Ну что Ребят Только Перезавезли И поклёвка Так Смотрим Подожди Ага Есть А фиг Его знает Непонятно Нормально Или нет Потому что Сдалека Ну так Головой Прям Ощущается Прям Сдалека Что Шевелит Бьёт Нормально Так В общем Вот я Только вам Показывал Сделал Насадку Двадцатку Но это Не на неё Клюнуло Клюнуло Вот это Второе Удилище Слева А мы Завозили Крайнее Вот это Четвёртое Правое И здесь Снова Камыш Камыш Нормальная Там Точечка Такая Друзья Работящая Я Всё Уже Распутался Возможно Главное Что я Распутал Удочку Всё Она Под Удилищами Под Лесками Наверное Наверное Справа Скорее Всего Опять У меня Расплывает Справа Да Справа Справа Точно По-моему Амур А нет Хорош Ой Хороший Взяли Есть Ну проверяй Насадочку Уже Вышла Уже Уцепился Считай Нам повезло Держу Итак Друзья Ну что Солнышко Садится И мы На вечерочке Потянули Хорошего Такого Карпика Потянул На 11 С копейками Нормальная Рыба С дальней точки С под камыша Красота Кожаный Такой Чемоданчик Смотрите Тяжелый Такой Давил Уже Конечно Рыба Ловленная Но Это ему Не мешает Питаться Активно И радовать Нас Бодрыми Поклевками Впереди Ночь А ночью Я надеюсь Мы поймаем Еще большего Трофея Еще и Утряночка Еще день Так что Не переключайте Так что Будет много Рыбы Еще и Караси Не забывайте Впереди Класс Надо было Немножко В чувство Прики Сейчас Ломанет Подышит Чуть Свежий воздух Почувствует Все Пошел 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 Отплыл Ребята Солнышко Село У нас Уже Можно Сказать Ночная Поклевка Практически Не пойму Пока что За рыба Похож На Амура Похож На Амура Сейчас Будем Брать Давай Дружбанец В домике Слушай Рекотта Не Амур Это какой-то Крокодил Крутится Как крокодил Когда откусывает Какие-то части Вкусного Тела Вот У нас Вторая Поклевка Не по-моему А точно Мочи Дружбан Ага О, ты Подсекатель Конечно Ну Мочкани Посмотри Что-то Нормальное Вот В общем Вот вам И вечерочка Одна С русла Амур Кстати С русла С точки Зерновой Там Немножко Зерна Такой Спотмикс Символически Там чуть-чуть Пшена Орех Тигровый Такое Немножко Кукурузы Совсем Оттуда Амур А с дальней точки Это Бойловая Тема Там Вполне Возможно Что Карп Ну так Достаточно Тяжело Идет Прям Прям Еле-еле Можно сказать Так Амур Поплыл Поплыл Сейчас Посмотрим Какая Здесь Рыбка Все Солнце Уже За горизонтом Почти Темнота Здесь Рыба Сейчас Посмотрим Какая Будет А Он Такой Круглый Сильный Просто Небольшой Но Круглый Сильный Берег Чувствует И сразу Сваливается Нифига Готов Принимать Взяли Хороший Ага Короче Насадка Дамблз Мандаринка И сверху Белый Попап Тигровый Орех Белый Цвет Ребята Смотрите Ночного Поймали Семеном Такого Кругляша Блюдца Тоже С дальней Точки Красавчик Такая Редкая Рыба Прям Круглый Круглый Хвост Маленький Короткий Горб Большой Как у Верблюда Точно Верблюжачек Карп Новая Порода Карп Классный Тарелочка Как-то Приспособил Свет Чтоб Видно Было Хорошо Вечер 10 часов Жарим Вот такие Вкусные Стейки Что сегодня Хорошо Ловил рыбу К тому Положен Хороший Кусочек Стейка Санчи Стейка Да На вечерочку Конечно Сейчас покушать Мяска Это вообще По красоте Друзья Поймали Только что Одного Амурчика Саша Вылаживал И Пока Тишина Сейчас Поедим И В общем Наверное Потихонечку Будем уже И отдыхать Завтра Меня ждет Рыбалка На карасика Может еще Каких-то Картиков Подснимем Надеюсь Может поймаем По утряночке Ну и Так немножко Половлю карасей Потому что Рыбалка На карп Она Наждуна Ну а Карасик Так Немножко Подловить Хочется Так что Сейчас Поедим И Будем уже Наверное Ложиться Отдыхать Если рыба Будет еще Увидите И если Нет Тогда уже Встретимся С тут Сейчас Нужно Позавтракать Попить Чай Или кофе Сбодриться Немножко И Начинать Ловить Карасей Подлещиков Так как Их в этом Водоеме Очень Большое Количество Так что Сейчас Наверное Бужу Санчеса На завтрак Спалось Хорошо Не холодно Ветра Практически Не было И Кстати Рыбы Тоже Не было Было Пару поклевок Санчес там Вставал Ну походу Походу Ничего не поймал Наверное Не засечки Были Так что Никакая рыба Можно сказать Не беспокоила С утра Поклевок Тоже не было В общем Буквально Полчасика И Начинаю Ловить На классический Фидер Воды Водильную Емкость Набираю И Сейчас Сюда Дам Ароматики Сладкой На Желтого Цвета И Чуть Сполоснут Засыпаем Две Пачки Приконки Такого Она Рыжеватого Цвета Одна И Вторая Немножко Ароматику Растворить Перемешать И Заливаем В прикорм Как Хватит Перемешиваем Запах Такой Вот Серии Сладко Приятно Приятно Пахнет И Хорошо Замешивается Рукой Сразу Сразу Наблюдаю Этот момент Камышков Вообще Нет Все На некоторое Время Оставляем Прикормку Натягиваться Ну а на утро По три Блинчика Разогреваем Вот в такой Сковородочке Просто переворачиваем С одной стороны На другую И нормально Выпьем кофе И начнем Ловить А удилище Ребят Для ловли На классический фидер Собрал Максимус С ростом Три метра Такое Легенькое Тоненькое И тест Его 30-90 грамм Здесь Получается Гайка Катушка Держателя Находится сверху Надежно держит Ножку Катушки И ручка Комель Комбинированная Со вставками Эво И посередине Пробка И данная серия удилищ Имеет Такой средний Быстрый строй Хорошо показывает себя На вываживание рыбы То есть все рывочки Ощущаются Гасит Рывки Более крупной рыбы И плюс конечно Здесь такая Достаточно чувствительная Еще вершинка На поклевку Бросают Так же Достаточно хорошо На дистанцию До 50 метров Удилищем Вот 3 метра Можно комфортно Работать И катушка Здесь у меня Установлена Маленькая Фидерная Компактная Легенькая Blackside Warlock Здесь мы имеем 7 плюс 1 подшипник Предаточное число 4,9 к 1 Алюминиевая шпуля Фрикцион Здесь средний Быстрый Кноп Ухватистый Такой Из Эвы Выполнен Очень качественная Укладка Тонкой плетенки 0,10 Шок-лидер У меня здесь 0,16 Ну и в целом Такая очень симпатичная Катушка С классным дизайном Черного цвета И с такими вот Серебряными Вставочками Для ловли Даже некрупного Карпика Карасика Леща Само то Ну что ребят Давайте Стартанем на Парыши Как всегда Первые разведчики Штучки 4 3 Красненьких Пойдет Забиваем Кормушку И делаем Первый заброс Кстати Поводок у меня 30 сантиметров Крючок Вот Гамакацию ЛС ЛС 13 10 12 Номера И Материал Вот такой Дунаев 0,14 Флюр Здесь 30 метров Достаточно Знаете Так Надолго Хватает Надеюсь Подтянется Какой-то Карасик Поклюет Давай Давай Поторопись Поторопись На поклевку Ну да Вверх Вниз Вверх Вниз У меня Федер Забросил Левая Не Федер Точно Не Цепляю Ну Что-то Подергун Чик Был Какой-то О Хороший Это Лещ Ты Смотри Я Только Начал Ловить На Федер И Сразу Пошли Бонусы Ё-моё Ё-моё Вот Это Кабан Вот 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 Смотрите Такой Наверное Грамм 800 Офигеть Здоровый Вот Это Мы Здесь Зимой С тобой Половим Крупных Лещей Делай Перезаброс Рыба Подтягивается Первая Поклевка Ребят Сейчас Посмотрим Какая Рыба Цель Сегодня Не стоит Конечно Там Наловить Карасей Много Просто Пока Не Клюет Кар Чуть Погонять Карасиков Первый Карась Клюнул Ладошечный Заверх Засекся На Червячка Кстати Начал Ловить Третий Заброс С Червячком И Карасик Клюнул Садочек Первый Пошел Карась Перезаброс Недалеко Поклевка Друзья Очередная Есть Рыба Нормально Так Упирается Фиберок Максимус Сгибается Рывки Тук Тук Ощущается Прям В руку Хорошо Здорово О Хороший Карасяка Интересно На храпом Возьму Не возьму Попробую Попробую За краешек Ого Кабанчик Серебряный Такой Больше Ладошки Круглый Толстенький Темного Цвета Пойдет Ох ты Ё-моё Видели Загиб Ну По-моему Сошел Поклевка Была Хорошая Что у нас тут Все на месте Ну да Червячок Есть Но меньше Поклевка Была Мощная Очередной Карась На вываживании Ребята Сейчас Не забагренный Надеюсь Ого Он повел Вот это Караси И сильные Бойкие И еще и крупные Эх Сошел Вот такой Друзья Карасяка Садок Вот и на вываживании Еще один Карасик Так А под лещ Будет крупный Лещ Стайка Карасей Нормальных Подтягивается Ого На червячка С опарышем Смотрите Какие Берут Хорошие Есть Сидит Снова Караси Подросли Конечно В том году Вроде Чуть мельче Были Была потяжка Ну по-моему Попробовал И бросил Сейчас проверим Может и сидит На нас пошел Просто Нет Есть Офигеть Тут Караси Сильнее Чем карпа В кавычках Конечно Ну Просто Ну снасть Она же Как Достаточно Легче Чем Карпово Гудилище Естественно И плетеночка Поэтому Рыбку Здесь Ощущается Хорошо Куда-то Повел Ого Эх Завел А нет Нет Все Вывел Так Тихо Сейчас Буду На храпом Брать Потихоньку 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 И вот Такой Карасик Нормальный Еще одна Рыба Подтянулись Караси Вводит В сторону Небольшой Но бойкий Вот провисла леска И натягивается По чуть-чуть О, смотрите Сидит Сидит Вот это Кайф Я понимаю Рыбка Вовится Темп Есть Опа Ёлки-палки Ну да Не оборвал Просто Подрезал Тонкий Крючок Есть Карасяка Наверное Да Это они Тут Конечно Прут Очень Мощный Сильный Крупный Вроде За Твердую Нижнюю Губу И все Хорошо Вывел Достал Рыбку Перезаброс И будем ждать Очередного Крупного Хорошего Мощного Карасика Лещ Пока Не клюет В основном Карась Ну достойный Ладошка Больше ладошки Зато Очень такое Сопротивление Мощно оказывает Особенно Вот на Фидер Такой Легкий Трехметровый Прям в одно Удовольствие Таких рыб Важивать Прет сюда Влево Вправо Вообще Круто Вот очередная Поклевка Потяжка И рыбка На крючке Не спеша Влево Повел Снова Наверное Хорошего Здесь Начинает Прям Поддавливать Нормально Так Бойки Карасяки Засекся Так Нормально Пришлось Экстрактор Применять Еще один Карась Вот Вот он Вот он Иди сюда Пошла Пошла Рыбка Так Вот этот Хороший Наверное Я вряд ли Его Подниму Такой Достаточно Крупный Возьму Вподсак Ну да И не зря Смотрите Какой И он Да Отцепился Как раз Повезло Или Ну что Так вот и по карасикам Тоже укрупнились И карпа Половили Амура И вот такие караси Радуют Достойные И еще Одна Поклевка Чуть Чуть Ветер Подстиг Но он Такой Местами Сегодня То Дует Дует Потом Раз Затишье Такое Меньше Дует Потом Вообще Бывают Порывы Такие Мощные Гарят Ух ты Аж Фидер С рук Вырывает Ого Что Творит А Вот Это Творит Раз Не будем рисковать Карась Хорошая Тем более Вот За бок сидел Еле-еле Сошел бы точно Если бы На храпом Брал Снова Ветер Усилился Вот только что Прекратился И снова Подул Сильный Так И карась Сильный Клюнул Повел Это не очень большой Опа С засечкой Хороший Снова Центр взял Пойдет Вот такие Подошли Еще Мое Просто Поклевки Отдай Фидер С С Гребенки Вылетает Вот Это Он Здесь Конечно Резвый Чуть-чуть Чуть-чуть Грязь Попал Опа В садке Помоется Да Рыба Конечно Очень Бойко В левую В левую Дальше Сад 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 Нет, этого, наверное, возьму сюда. Но он прям четко у меня в подсак сам завелся. Да, этот хороший, крупный. Наверное, может даже и самый крупный на сегодня. Смотрите, какой карасик. Так что подловил сегодня неплохо и карасиков на классический фидер. Прям по красоте понравилось мне. Подхожу, ребят, к садку. Сейчас вам покажу общий улов. Сегодня, конечно, стратегия не была нацелена. Чисто половить одного карася. Ну, как разведка, пока карп там, знаете, бывало не особо клевал. В одно удовольствие половил карасика. Ну, как я считаю, ого! И неплохо. Что-то как-то, ребят, ловил, ловил, а наловил целое. Оказывается, ведро Д-30 карасей. Ну, тут даже вот мерить. И не надо. Ну, вот столько неполное. То есть, тут как бы вообще просто клев какой-то невероятный. Карась раздает ни одного леща хорошего. Ну, я думаю, может, чуть туда дальше похолодает. Можно попробовать приехать половить здесь крупных лещей. Они здесь обитают достаточно в большом количестве. Ну, а карасей, смотрите, ведерко Д-30 натаскал. Все такие мерные. Ладошка, больше ладошки. Ну, вот сравнить. Ну, вот такие, как бы мерные. Чуть-чуть правый, побольше. Так что, уловом сегодня карасика также остаюсь очень доволен. И карп порадовал, и амур, и карась. В общем, рыбалочка такая сегодня интересная. И максимально клевала разная рыба. Так что, красота вообще. Ребята, поклевка. Привно сечи. Хорошо. Мочи. Рыба есть. Рыба есть. Ого. Вот это какой-то слон. Ага, прыгнул. Хороший. Да не, ну такой нормальный. Хороший. Что, нормальный? Ну, такой. Есть. Пойдет. В домике. Так, проверим засечку у него. Идеальная. Смотрите, просто просек. Мало кто ловил его. Хорошая засечка, рыба не травмируется. Да. Здорово мы с Санчесом провели эти сутки на этом прекрасном водоеме Золотой берег. Половили разнорыбицу. Я и карасики. Карасиков половил. И карпов. И амуров. Ну и Санчес. Конечно, он еще больше поймал. Поэтому, тем не менее, выездам очень рады. Срава рыбка активная. Да, клюет. Погодка еще радует. Еще, думаю, в этом году выберемся. Половить. Да. Выберемся. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про мой канал. Тоже подписывайтесь. Да, ссылку я оставлю. И напоминаем, напоминаем, друзья, что будет конкурс. Семен оставит видео. Ссылка, вернее, на видео на моем канале. И для вас будет разыгрываться удилище. Карповое удилище. Поэтому не забывайте переходить по ссылке под этим видео. Участвовать в конкурсе. Оставлять комментарии. Подписываться на мой канал. И выиграть удилище. Все, друзья. Мы собираемся домой. Всех вас благодарю за просмотр. Если видео понравилось, поддержите пальцем вверх. Подписывайтесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Крепкого здоровья вам, вашим близким. Не хвастанить шуи на рыбалках. И увидимся с вами в новых выпусках. До новых встреч. Всем пока.